Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать, что можно смотреть с помощью этого тюнера после кодировки украинских каналов. Да, не удивляйтесь, такого тюнера Uclan D6 S2 еще можно что-то смотреть и смотреть даже каналы, которые закодированы. Но смотреть их можно с помощью IPTV, подключив вот такую антенну. Если у вас есть интернет, то не надо тюнер выбрасывать, не надо ничего покупать, новое там, другое от наших операторов, а вот можно с помощью этого кое-что смотреть. Сейчас я вам все расскажу, все покажу. Итог, посмотрим, что внутри находится тюнер. Я взял такой новый тюнер Uclan. Посмотрим комплектацию. Здесь вот такая инструкция, есть и русский язык, и украинский, так что все можно разобраться, почитать. В комплекте идет такой очень удобный пультик, маленький, но удобный, хорошо в руке сидит, прекрасно работает. Также идет вот такой инфракрасный датчик для приема сигнала с этого пульта. Что еще у нас идет? Идет такое блок питания, выносное. Это очень удобно, и не так, что в некоторых тюнерах есть, оно встроенное. Когда сгорело блок питания, нужно разбирать, доставать. А тут, если что-то случилось, просто поменяли, старые выбросили, но я купил, и очень легко купить. Много всего на рынках, в интернете, там все оно есть. Дальше, такой идет шнур-тюльпан. Конечно, лучше положили HDMI, потому что сейчас уже много телевизоров работает в этом формате. Ну, можно и с этим. Вот. И такой тюнерок сам. На нем вот какие выходы есть. RS-232, это для прошивки. Сюда подключается вот этот инфракрасный датчик, HDMI кабель, AV-выход. Вот этот. Вот сюда. Ну и это питание. Сюда питание. Вот этот кабель вот ставим сюда. И два USB-1, USB-2. В один можно ставить антенну для подключения к интернету. Ну, а сюда можно ставить USB-флешку, можно записывать некоторые передачи, фильмы, и потом с нее смотреть. И саму антенну сюда ставим. Так, еще в комплектации идут батарейки, что очень хорошо. И такое крепление, чтобы спрятать сам тюнер маленький, компактный, его можно спрятать сзади телевизора. А теперь посмотрим, на что он способен. Подключим к телевизору, и все увидим. Итак, подключаем наш тюнер к телевизору, и посмотрим, на что он способен. Вот такая заставочка, и клан. Сейчас загрузится, и увидим. Ну, при наличии интернета здесь очень много функций. И кинотеатры хорошие, и пяти велисты. Ну, вот. Включаем это тюнер. Ну, много канала мы, как видим, не знаем, уже закодировались. Например, мультфильмы вот эти уже не работают. Видите, вообще нет сигнала. Вот. Плюс-плюс. Ну, в общем, пройдемся. Сейчас немножко по меню. Нажимаем на пульте вот такую кнопочку, вот она здесь, меню. Вот. И выходим вот такой. Сразу у нас встречает раздел IPTV. Включаем IPTV, и вот видим IPTV-лист. Я IPTV-лист беру на сайте ПростоTV. Здесь есть бесплатный социальный пакет. Также можно доплатить и получить фильмовых, там, спорт, детские, украинские каналы. Все работают. Ну, сейчас немножко посмотрим. Например, увидим, ну, какие, что можно смотреть здесь. Ну, вот как работает это IPTV-лист. Вот видим, идет этот канал. Сейчас поищем, которые каналы кодированные. Вот, например, этот. Вот видите, и он идет, все показывает без проблем. Вот этот канал тоже идет дальше. Все кодированные каналы. Идут, показывают. Не надо никаких ни Т2, ни Виасатом, ни Экстра ТВ. На нашем малыше Uclan B6. Все работает. Да, для этого нужен интернет. У меня интернет со скоростью 5 мегабит секунда. Ну, это вполне достаточно, чтобы смотреть IPTV. Все каналы, которые кодированы, идут. Если у вас скорость больше 10 мегабит секунды, даже можно смотреть и каналы в HD-формате. Хотя иногда и HD тоже идут. Ну, вот, например, вот эти каналы, это даймо версии этих каналов. Но все равно можно несколько дней посмотреть бесплатно и тысячи. И вот каналы вот эти. Ну, вот идет тоже. Видим, без задержек, без ничего. Вот канал в HD-формате. Ну, и тоже при скорости 5 мегабит секунда. А он тоже идет. Ну, немножко подвисает, конечно. Но для моего интернета это и простительно. Так что с помощью этого тюнера, после кодировки, можно все и смотреть. Здесь есть также вот есть кинотеатры. Потому что там они плохо работают, но это может с интернетом проблема. Так, ну, были маленькие проблемки с интернетом. Сейчас посмотрим. Вот есть раздел кинотеатры. Вот. Заходим и выбираем, например, фильм. Включаем. И посмотрим, как он идет. Вот видим, грузится. При скорости, напоминаю, 5 мегабит секунды. Ну, конечно, надо немножко ждать. Ну, фильм пошел. Вот видим, идет все, работает так. Сейчас посмотрим на этот фильм, например. Так, тоже. Вот грузится. И тоже пошел. Очень хороший кинотеатр. Часто здесь выложат новинки. Вот. Ну, что еще в кинотеатре в этом разделе есть? Сериалы. Вот. Все новые сериалы, которые выходят, можно тоже здесь смотреть. Вот. Выбираем вот этот, например. Тоже вот. Моментально запустился. При маленькой скорости все идет прекрасно. Работает. Так. Телешоу. Можно смотреть вот. Вот. Разные передачи, которые вдруг пропустили. Вот. Тоже все есть. Фильмы в HD качестве. Ну, сейчас посмотрим, как HD качество работает при скорости 5 мегабит секунд. Да. Ну. Заходим. Ну, что-то грузится. О, пошел. О. Принципом нужно фильмы в HD качестве смотреть. Ну, хорошо. Радует. Ну, по жанрах разделим. Также есть вот такой кинотеатр. Синеплекс. Тоже. Здесь по годах. Тоже фильмы хорошие. И новинки. И старые все. Ну, вот. Запускаем, например, вот этот фильм. Но немного прогружается. Ну, тоже идет. Тоже прекрасно работает этот кинотеатр. Следующее меню это Skylight. Это тоже одна разновидность IPTV. Иногда на там Skylight можно даже смотреть и футболы. Вот, например, кодированный канал идет тоже. Вот видите. Даже не надо IPTV-листы скачивать. Покупаете тюны, ставите и смотрите. С помощью интернета. Вот. Все каналы. Вот. Свооружичина это. Он и так показывает. Вот. Иногда можно даже проскакивать и футболы. Но это не всегда. Сейчас посмотрим. Сейчас он работает. Сейчас ошибка потока. Значит, ну, специалисты поработают. Может, при обновлениях, прошивки. Оно начнет работать. Так. Также есть кинотеатр Мегагол. Но это не новость. Она на многих есть платформах. Тоже есть фильмы, сериалы, телешоу, мультфильмы. Погоду нужно посмотреть. Вот, например, вот так. Вот. Смотрим на пять дней погода. Тоже все есть. YouTube. Ну, YouTube тоже. Ну, сейчас посмотрим, например, вот этот. Вот. Запускаем YouTube канал. И грузится. Это уже ведет. Все прекрасно. Вот, видим. Можно просматривать ролики YouTube. Старкукер портал. Это еще одна для разновидности. Нужно регистрироваться на нем. Тоже смотреть IPTV. Можно платные, бесплатные. Вот это фильмы. Ну, тоже экстрим портал есть. Тоже можно. Вот. Все. Так что все идет. Работает. И все прекрасно. Можно смотреть после кодировки. Вот, например, вот этот просто тебе. Это вообще находка. Все, что пропало, как говорится, в рекламе. Здесь работает. Вот. Видим. Идет вот этот канал. Вот этот канал. Все. И без зависаний, без затыков. Все прекрасно работает. Так. Ну, еще можно подключать флешку. И в медиа-центр смотреть файлы, видео, музыка, фотографии. Ну, вот такой дюнерок. И вот столько всего на нем можно смотреть. Так что не паникуйте. Смотрите IPTV. Если нет интернета, подключайте Т2. В будущих видео я тоже хочу рассказать, как включить Т2. Как подключить комбо-ресивер, чтобы можно смотреть одновременно и спутник, и Т2. Все это будет. Так что спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok